Конструкция, похожая на огромную катушку с нитками, на самом деле вовсе не для шитья. Так делают полимерную ленту, имитацию натурального ротанга. На этой фабрике изготавливают плетеную мебель для гостиниц, ресторанов, частных домов. Начинали в 2020-м с маленького цеха. Постепенно расширялись, набирали персонал. В поиске сотрудников обратились в центр занятости населения. Там помогли. Нам предложили рассмотреть людей с особенностями здоровья, на что мы дали положительный ответ. И тем самым на данный момент у нас трудоустроено уже три человека. Также сейчас на рассмотрении у нас два человека с особенностями. Работодателям, принимающим в коллектив граждан с особыми потребностями, предоставляют субсидию. 100 тысяч рублей на каждое новое оборудованное рабочее место. Мерой поддержки Виктория воспользовалась. Средства пошли на покупку инструментов и техники. Проще говоря, на создание комфортных условий для новых сотрудников. И пока одни работают в команде, других больше привлекает самозанятость. Ее с учетом особенностей здоровья выбрал Александр Сидельников. Математик по образованию он нашел подходящее дело, заниматься которым может дистанционно. В центре занятости защитил бизнес-план. По решению задач искусственного интеллекта получил финансовую помощь. Я в своем бизнес-плане предусмотрел приобретение прежде всего вычислительной техники. Вот это вот ноутбук, принтер для того, чтобы фиксировать инструкции, печатать и фиксировать результаты. Ну и прочее оборудование. Там дополнительную клавиатуру, дополнительную мышку. Для предпринимателей в центре занятости проводят конференции и семинары. Руководители и кадровиков консультируют по вопросам законодательства, помогают подобрать персонал. Работодателю, основному клиенту и партнеру выплачивают субсидии. Это одна из последних субсидий, которая позволяет компенсировать именно минимальную заработную плату работодателю в течение трех месяцев при трудоустройстве социально незащищенных категорий граждан, к которым относятся мамочки с детьми, инвалиды, все несовершеннолетние, молодежь. У нас также продолжают действовать субсидии по компенсацию затрат при прохождении стажировки и дальнейшее трудоустройство выпускников, которое сегодня очень актуально. Результаты радуют, отмечают специалисты. К примеру, каждый второй гражданин с особенностями здоровья, обратившись в центр занятости, находит работу. Для всех соискателей в банке вакансий сегодня более четырех тысяч свободных рабочих мест. С актуальной информацией можно ознакомиться на официальном сайте центра занятости и цифровой платформе «Работа в России». Анастасия Синица, Андрей Тымчук. Новости Севастополя.